Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, и на своем канале я рассказываю про искусство красоты. Сегодня хотелось бы обсудить такую тему, как косметика декоративная для возрастной кожи. Вот существует ли косметика для взрослых дам? Вообще-то нет. Все дело в том, что есть, конечно же, тональные средства, которые помимо тонирующего эффекта еще и служат как средство по уходу за кожей, и там есть какие-то вспомогательные компоненты для омоложения нашей кожи, но при этом у нас же есть и крем по уходу за кожей, который выполняет эти функции, но декоративная косметика, она все-таки остается на поверхности, поэтому очень важно ее каждый день смывать. А вот что касается румяна, или тени, или тушь, или карандаши, и все остальное, консилеры, нет такого, что вот эта косметика возрастная, а вот эта для молодых. Все дело в том, что как вы ее используете. И когда говорят про возрастной макияж или омолаживающий макияж, это имеется в виду не конкретные средства, которые омолаживают, а то, как вы используете декоративную косметику, какие выбрали тени для того, чтобы сделать макияж глаз. Но мы все прекрасно понимаем, что мы стареем по-разному, что у нас у каждой есть какие-то свои особенности. И вы можете увидеть у своих близких, родственников или на себе, что возможно, что у вас идеальная шея. Вот вам 85 лет, а у вас тут ни одной машины. Или зрелые дамы имеют, бывает, очень натянутые красивые века, что она может стрелки рисовать до 100 лет. А у кого-то уже достаточно объемная века, которая скрывает подвижное, поэтому ни одна стрелка уже не получается. Возможно, века стала более дряблая, как тряпочка прямо. И тени, которые раньше я использовала, кремовые, они прекрасно растушевывались, сейчас уже не дают такого вау-эффекта. Поэтому, когда говорят возрастной макияж, это подразумевается, в первую очередь, запомните, что вы подбираете декоративную косметику, которой сейчас очень много, именно под свои задачи. Что значит под свои задачи? У меня очень тонкая кожа. Любой тональный крем на моей коже заметен. Поэтому у меня задача такая, чтобы выбрать тональный крем, который будет на моей коже очень тоненьким слоем, прямо невесомым, но при этом, чтобы он все-таки замаскировал какие-то шумы на лице. Поэтому выбор тонального средства для данной дамы с таким качеством кожи будет вот такой-то. То есть, например, флюид, легкой текстуры, полупрозрачный, который будет создавать на коже вуаль, но при этом тонировать. Вот тогда это будет правильный выбор косметики для этой женщины. А может быть такая кожа очень тонкая у молодой юной девушки? Конечно. Поэтому этот же тональный крем прекрасно подойдет и для вот этой юной девушки, потому что у нее такая же потребность в маскировке или в такой же текстуре. Например, тени для глаз. Они есть кремовые, есть жидкие и есть сухие. Сухие всем знакомые. Кисточками мы наносим. Кремовые тени, они наносятся пальцем. Могут они быть в виде карандаша, и вы карандашом наносите, а потом нужно растушевывать пальцем или кисточкой. То есть это больше таких технических движений нужно сделать для того, чтобы растушевать эти кремовые тени. И если кожа такая вот очень нежная, как тряпочка, да, и еще собирается, то кремовые тени растушевывать на такой коже, возможно, будет тяжело. И что сухие тени значительно быстрее справятся с этой задачей, и у вас будет тот эффект, который вы хотите. Поэтому кремовые тени только для молодых? Нет. А если вы тоже взрослая дама, и у вас век вот такой вот натянутый, то вы прекрасно, спокойно можете пользоваться кремовыми тенями. И не обязательно только сухие. Вот что значит задача. Поэтому, подходя к макияжу, нужно как раз четко понимать про себя. Какая я? А что у меня? Мне не получается кремовые тени растушевать. Мне не получается сухие румяна растушевать. Они у меня пятнами постоянно. Потому что у меня лицо, возможно, имеет рельеф. И поэтому, когда я кисточкой дотрагиваюсь, у меня получается неровно. А если я возьму кремовые румяна, то пальчиком мне будет очень легко растушевать. И в итоге получится очень качественное нанесение. Что даст красивый макияж, и вы будете чувствовать себя более уверенно. Поэтому декоративная косметика не разделяется на возрастную, молодую, среднего возраста, на старых. Она одна. Самое главное, это для себя грамотно выбрать текстуру, которая подходит вашей коже. Например, у вас губы, которые не держат ни одну помаду. Помады растекаются. Значит, для вас будет очень удобно использовать вместо помады карандаш стойкий, водостойкий. Вы сделаете контур, растушуете карандаш как помаду, и она у вас будет держаться целый день. Возможно, вам будет удобно. Тинт – это то средство, которое не дает наслоения, но при нанесении на губы впитывается и как будто бы выделяет цвет. То есть вот такая вот реакция кожи на тинт, что кожа становится другого цвета. Ну, например, губы становятся более розовые, более коралловые, а текстуры нет. Соответственно, такое средство у вас не будет распространяться по кисетным морщинкам. У вас будут ухоженные красивые губы с красивым цветом. Вот такие вот нюансы есть в декоративной косметике, в технике макияжа. Поэтому, приходя в магазин, вы как раз можете консультанту или если там есть визажист, задать вопрос по конкретной задаче. У меня растекается помада. Помогите мне подобрать, которая не будет растекаться. У меня не растушевываются тени. Мне нужны тени шелковистые, потому что есть тени сухие, которые сильно пигментированы. Вы их наносите, и они сразу пропечатались. И вот на этой тонкой коже вам их не растушевать. А есть тени, которые шелковистые. И вы наносите, и они просто тают, и мгновенно растушевываются. Поэтому для кожи, которая очень тоненькая, нежная, потеряла тонус, шелковистые тени будут раз-два, и у вас быстрый, готовый макияж. Глаза. Есть туши обычные, есть туши влагоустойчивые, а есть термо-тушь. Термо-тушь прекрасна для тех девушек, кто боится вот этого эффекта панды, или у кого тушь отпечатывается. Вы накрасили глаза термо-тушью, а она смывается только при температуре 38 градусов. Поэтому что снег, что дождь, у вас тушь никуда не денется. Смывается только теплой водой. Все. Вот вы решили конкретную задачу. Поэтому, девушки, омолаживающий макияж, это макияж, в первую очередь, который подходит именно вам. Интенсивность макияжа выбирайте именно вы. Вам ходить с этим лицом, и вы должны себя чувствовать в этом комфортно. Поэтому какое количество средств выбирайте только вы. Какое количество цвета выбирайте только вы. Если вы себе нравитесь в зеркале, это самое главное. Потому что именно таким образом вы сможете зажечь свои глаза. А именно это и привлекать. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok